Добрый день! Требуете того же от своих подчиненных и коллег? Какова она сегодня? Ну она, к великому сожалению, зараза до сих пор существует, она везде и всюду, и в этом отношении, конечно, прежде чем даже говорить о коронавирусе, я бы хотел всем своим землякам рассказать, что нужно воздерживаться от посещения многолюдных мест. Действительно, эта зараза очень страшная, она передается очень быстро и, к великому сожалению, имеет большую летальность. То есть умирает, наверняка многие знакомы со статистикой, но то, что в разных странах по-разному получается, но мы видим, что от 3 до 7% заболевших умирает. Это страшные цифры. Поэтому в этом отношении, конечно, надо быть очень неосторожными и бдительными. Но скажу одно, то, что в Туе ситуация под контролем находится. И, наверное, без ложной скромности просто нужно раскрыть, почему она находится под особым контролем. Просто нам повезло, или, так скажем, просто с течением обстоятельств так получилось, что мы являемся приграничен. И поэтому к проблеме борьбы с коронавирусом мы начали заниматься намного раньше, чем все остальные. Я помню, когда это в Китае начало наращиваться, это был январь. Да вы с января практически, на каждом аппаратном совещании. Это совершенно правильно. Очень хорошо, что вы обратили на это внимание. И с января месяца мы создали штаб, который скруплезно начал заниматься и изучать, что надвигается. И повезло нам в этом отношении, что многие решения, которые мы, так, ощупью, примерным своим пониманием логикой человеческой, не какой-то специализированной, а логикой человеческой, которую мы раскладывали, в конечном итоге нам помогло это в оттягивании времени появления вот этой... Островом безопасности было. Да, времени появления здесь, на территории Тувы, этой заразы. Но мы знали, что она рано или поздно появится. На сегодняшний день эта проблема, она у нас скупирована в тот же. К сожалению, мы этого не избежали. Наверняка вы знаете, что это был завозной вирус. При наличии уже и в Красноярске такой ситуации, где власти требовали самоизоляции, что люди находились уже, те, которые приезжали из Москвы, они должны были находиться на особом контроле. Наш гость, увы, уже приехал инфицированным. Наверное, он об этом не знал, но тем не менее, он приехал инфицированным. В тот период, когда здесь была запрещена рыбалка, он целую неделю находился на рыбалке в тот же. Наше гостеприимство здесь, как видите, отразилось вот таким вот, ну, как бы бумерангом, к великому сожалению. Не совсем лучшую роль, но вот всем землякам нужно еще раз для себя понимать, что на территории республики в этот момент запрещена охота и рыбалка. Я очень прошу понимать для себя, что не тот период. Нам сейчас нельзя, нам нужно защитить свой народ. И в этом отношении эту заразу мы можем остановить только, если мы закроемся в своих домах и попробуем хотя бы изолироваться своими семьями. Вот это, мне кажется, очень важно. Сидя дома, спасать республику и в целом мир. Шалбан Валерьевич, получается, что с января вы работали как раз на то, чтобы предотвратить все это. И вошли вот этот серьезный, ну, можно сказать, даже такой острый период, когда вот уже обнаружился. И насколько слаженно работала команда, насколько слаженно работает сейчас, и были ли выявлены какие-то слабые звенья? Я думаю, что слаженность команды в процессе усиливается. Очень важно понимать, что не только некие команды, как там правительство, или там часть врачей, или еще кто-то, вот они, мол, будут слаженно работать, и республика будет защищена от проникновения этого вируса. Это ведь, согласитесь, неправильное рассуждение. Самое важное понимать то, что все то, что мы делаем в защиту себя, близких, земляков, и в конечном итоге нашей республики, будет результативно, только если все мы будем вместе притворять тот порядок действий, которым мы договорились. И от нашего взаимодействия единство зависит и результат. Я очень благодарен своим землякам, которые понимают это дело, и в большинстве, в абсолютном большинстве именно вот такую тактику выдерживают. Здесь самое основное, это то, что, во-первых, на передовой рубеж выдвинуты у нас врачи, медицинский персонал, который с первого часа мобилизован и работает на то, чтобы максимально купировать даже очаги, которые сейчас мы имеем. Второе, конечно же, это структуры власти, которые обязаны максимально быть организованными в части мероприятий, направлены на то, чтобы обеспечить людей жизнеобеспечением, то есть продуктами питания, товарами первой необходимости, в конце концов, чтобы работали структуры, которые обеспечивают тепло, электричество и дороги, транспорт и тому подобное. Но я скажу логику действий, в которой мы работали и понимали, что мы обладаем определенными особенностями. Вот республика наша, родная республика, которая находится в некотором отдалении. Для развития республики, как помните, мы говорили, что это будет проблемой, что мы в отдалении находимся. А вот в условиях коронавируса это оказалось плюсом. То есть у нас есть возможность закупорить поступление сюда этого вируса, прежде всего понимая, что сюда идут две дороги автомобильные. Это Акшевелик и аэропорт, который мы развили и имеет сейчас довольно большую оборачиваемость авиационных рейсов. И мы сосредоточились на этих направлениях. То есть прямо, как сейчас помню, 20 марта мы выдвинули туда первые пункты, вернее, первых людей, которые будут отслеживать поступление сюда гостей нашей республики, то есть оборот людей. Встречая людей, они должны рассказывать о том, что период сейчас очень непростой, пожалуйста, защищайте себя, вручайте им эти буклеты, ознакомливайте ситуации, по возможности возвращать тех, кто просто праздно едет к нам, потому что здесь охота и рыбалка запрещена, что такой большой привлекательности на этот момент, к сожалению, нет, ну и так далее. Это первичный был порядок действий. Буквально через два дня мы поняли, что этого недостаточно, что нужно туда разворачивать уже медицинские силы, и выдвинули туда персонал Пехемской кожунной больницы, медсёстер и одного врача, который должен проверять первые вот эти вот признаки болезни. Да, врачи нам сказали, что, как правило, эта болезнь начинает с высокой температуры. Поэтому вот мы врачам первично дали вот эти вот дистанционные термометры, установили порядок действий такой, что каждый въезжающий в ТУВУ должен заполнить анкету. Куда он едет, с какой целью, на какой период, и свой телефон. Это нам важно было для того, чтобы мы понимали, что если к нам заезжает больной человек, чтобы мы могли увидеть его маршрутизацию. Куда он поехал, с кем встречался, и в конечном итоге, может быть, попробовать словить его круг общения. Дальше больше. То есть, как только мы понимали, что в других регионах это набирает обороты, мы усиливали и ужесточали порядок действий, который у нас на этих самых направлениях, на трёх. Мы уже установили довольно дорогую такую вот установку, это тепловизор называется, он 2 миллиона рублей стоит, и он уже не термометром, там мы шагаем на улице, а выдаёт с большей вероятностью, без всяких искажений, реальную температуру человека и, что называется, его параметр здоровья. То есть, не только этот самый, непосредственно только температуру, но и вероятность его болезненности. Это мы установили в Шевелеге. И также нашим девчатам, которые там днём и ночью работали, мы установили определённый порядок действий, чтобы они были более бдительными и работали более эффективно. И с этой точки зрения мы установили больше оборачиваемость людей, что каждая там смена заступает на 4 часа, потом они переходят в... В армии есть такое слово... Отдыхающая смена, бодрствующая смена и дежурная смена. Так вот, именно по этой схеме, по аналогии. То есть, те, кто дежурили, они переходят в отдыхающую, а те, кто отдыхали, бодрствующую и, в конечном итоге, заступают на дежурство. Это таким образом мы установили большую эффективность их работы. Но при этом, чтобы они воспроизводились, становились людьми, которые не пропустят больных людей. И то, о чём мы их просили, то есть, непосредственно анкетирование, непосредственно, что называется, работа с теми, кто сюда едет, проводилось с большей точечностью. Вот такую работу мы провели, и в том числе и девчатам мы установили мотивацию. То есть, за дежурство мы платили им три раза больше. Для того, чтобы они понимали, что они на передовом рубеже, и это очень ответственно. И, во-вторых, чего же греха таить, они рисковали своим здоровьем. Поэтому защита республики в их руках. И, ну, я старался, если не каждую неделю, то в полторы-две недели обязательно там бывать. И это как-то подстегнуло и моих коллег, которые за это отвечали. И мне почему-то кажется, что там сложилось плюс-минус, но довольно рабочая обстановка. То есть, и нормальные бытовые условия, возможность больше эффективно работать для того, чтобы не пропустить больного человека, и постараться плюс к этому еще и отработать анкетные данные. Ну, и с теми людьми, которые нарушают самоизоляцию, чтобы мы могли по цепочке передать не только в ТУВУ, но и, там, скажем, нашим друзьям, там, Хакайси или Красноярский край. Это имеет вот такой вот порядок действий. По аэропорту мы действовали следующим образом. Эта схема, что называется, тоже нами выработана. К сожалению, в России этого еще нет, но у нас это работает уже чуть ли не с первого дня, про который я сказал, с середины марта. Это мы проверили уже, по-моему, чуть больше 60 рейсов. 60 авиационных рейсов, прилетает самолет, наши специалисты заходят с этими бесконтактными термометрами, проверяют людей на наличие первичных признаков, если с высокой температурой, то мы тут же изолируем этого человека, проводим более ускоренно варианты его анкетирования и так далее, и тут же мы его отправляем в лечебное учреждение. Остальные проходят, соответственно, следующий порядок действий. Термометр, после этого у всех снимают мазки, то есть биоматериал, 100% биоматериал, и этот биоматериал отправляется в лабораторию. Конечный результат у нас такой, что отправляем в биолабораторию, и они ждут своего результата. К сожалению, на этот момент времени в России еще не придуманы, ну, более быстрое, что называется, прохождение вот этого тестирования. Ну, нужно ждать где-то 2-3 часа. Для людей это довольно непростые условия, что они должны ждать результатов своего тестирования. Таким образом мы выловили, как, опять же, 13 апреля прилетел самолет из Москвы, и там мы получили, к сожалению, 5 положительных результатов. Представляете, в одном самолете 5 уже больных людей, которые в Москве ухватили этот вирус и вот летели к нам уже заболевшими. Уже заболевшими, да. 74 человека, и вот они находятся у нас сейчас на особом контроле. Большинство этих пассажиров сейчас по домам, они понимают свое состояние, то есть если хоть что-то, какие-то будут изменения степени состояния здоровья, мы тут же их изолируем и забираем к себе в установленный госпиталь. Это же, наверное, медики каждый день с ними на контроле, на связи, отслеживают. Все, кто хоть малейшее какое-то проявляет свою болезненность, мы их тут же забираем. Но в абсолютном большинстве людей, которые там бессимптомно проходят вот эту болезнь, они, конечно, желают у себя дома быть. Ну что ж, мы этому особо не сопротивляемся, но при этом подчеркиваем об ответственности. Если ты будешь нарушать порядок самоизоляции, ты будешь по закону отвечать. И силы полиции и Росгвардии отвечают за это направление. Во втором уже самолете опять мы получили положительный результат, и, к сожалению, я вынужден был уже обращаться в авиакомпанию. Пусть даже это будет иметь в определенной степени для республики, для меня лично. Например, я все очень старался, чтобы быстрее эти рейсы начали летать, но сейчас на свое горло наступил и, наоборот, запретил полеты из Москвы в Кызыл. Я считаю это оправданно, и земляки в абсолютной большинстве меня поддерживают, и я этому рад, что мы взаимно согласованы этот порядок действий делаем. То есть, таким образом, о чем мы говорим? Говорим о том, что коронавирус – это страшная болезнь. Не верьте тем байкам или людям, которые пытаются на этом якобы сказать о том, что это нечто какое-то, игра чья-то, да, что это типа гриппа, что это никаких там последствий нет, что это игра даже власти, якобы некоторые говорят. Да это глупость, это минимум глупость, потому что, ну, извините, весь мир сейчас на ушах стоит. В день там по 30 тысяч человек умирает. В России уже у нас почти 500 с лишним человек умерло. И это, причем, настолько близко к нам подошло, что вот в соседней Бурятии, там, Хакасии, Красноярске умирают люди. И в этом отношении для малого народа, как мы здесь, это, конечно, довольно серьезная опасность, и надо осознавать и понимать, что нам нужно защищаться. И при этом принимаемые меры, они на самом деле не в пользу, там, я не знаю, власти или кому-то. Это, прежде всего, действие направлено на защиту вашего здоровья. И это надо осознавать и понимать, что это для тебя сделано. И складывается иногда впечатление, что будто бы мы как-то так, как, знаете, вот в детской игре там в прятки играем, бегаем, что вот есть дети, которые там прячутся, а есть люди, которые там ищут, разыскивают. Это глупость. На самом деле, первый заинтересованный человек – это сам. Мы, в конце концов, живые существа. У нас, говорят, на уровне там муравья можно знать о том, что даже это существо имеет инстинкт самосохранения. А мы-то разумные люди. Поэтому вопрос вот этой заразы, она касается непосредственно вашей жизни и смерти. Вот, Шалбан Валерьевич, вы как раз в понедельник и на аппаратном совещании говорили то же самое. Что уровень самоизоляции в Туве, он крайне низкий. К великому сожалению, это правда. И в этот день, получается, и в социальных сетях, и везде обращаетесь к людям для того, чтобы они сидели по домам. Вот как все-таки эту информацию донести, что береженого Бог бережет? Ну, понимаете, мы так, наверное, устроены, нам всем кажется, что это где-то там. А нас ничего не касается. Где-то там, а нас не коснется. И это кто-то может заболеть, а я как могу заболеть? Даже иногда сам себя так ловишь, вроде бы как это тебя не касается. А на самом деле, для Тувы это может иметь весьма тяжелые последствия, потому что у нас очень много людей, болеющих органами дыхания. Ну, туберкулез, допустим. Очень страшная болезнь, и она имеет социальный оттенок, но тем не менее у нас довольно высокая степень людей, которые болеют туберкулезом. 1200, если мне не изменяет память, это только вот количество людей с открытой формой туберкулеза. И они в группе риска, наверное. Даже не группа риска. Если они заболеют, это стопроцентный летальный исход. А если мы говорим о других людях, как, например, бронхиальная астма, или там пневмония, те, которые перенесли пневмонию. Вот я, например, пневмонию перенес с детства. И знаю, что это такая зараза, которую по жизни тебя определяет любой другой врач, который тебя проверяет на рентгене, что у вас там есть, ну там, на легких какие-то некие точки, наверное, вы болели пневмонией. И приходится каждый раз говорить, да, я болел. То есть врачи объективно определяют, что ты когда-то болел пневмонией. То есть эта самая пневмония, самая легкая до сих пор, которую мы считали, что эта болезнь такая, она на всю жизнь тебе последствия имеет. А вот эта зараза, она действительно имеет очень тяжелейшие последствия, в особенности для детского организма. И неправда, когда говорят, якобы, что вот бессимптомно можно заболеть, и, мол, пройти и не заметить эту болезнь. На самом деле она имеет прямое отношение к вашему здоровью. И если уж на этот раз вам все повезло и нормально прошли, то по жизни это будет каждый раз вас возвращать в болезненность. Поэтому это очень серьезно. В особенности для старшего поколения, там, от 60 и выше. Почему для старшего поколения говорят, что вот от 65 и выше? Нет, для нас от 60 и выше, потому что у нас определенная там анатомия, определенная физиология для азиатов и так далее, для туинцев, я имею в виду. И в этом отношении иммунитет, соответственно, слабеет с возрастом. И почему мы, власти, говорим о том, что, пожалуйста, берегите старшее поколение, потому что эта болезнь для этой группы населения в течение четырех дней человек приходит от здорового к тяжелобольному. В течение четырех дней. То есть вот буквально там один день вроде бы здоровый был, а на четвертый день он уже лежит под аппаратом искусственной вентиляции легких. И дай бог, чтобы он выжил, но летальные исходы часто бывают в этой болезни. Вот крайний раз в Москве среди умерших, вот 21 человек умерло за одни сутки, из них больше половины это молодые люди, то есть до 40 лет. Поэтому это иллюзия, когда говорят, будто бы она молодых не трогает. Но факт то, что действительно для взрослых она быстро протекает. Быстро протекает. И у нас вот, например, мы развернули госпитальную вот такую вот структуру, она, что называется, по одной болезни. То есть именно по коронавирусу мы, вот этот терапевтический корпус, пятиэтажное полностью здание, мы его сделали госпиталем для этой болезни. И там у нас 330, по-моему, коек, которые мы сейчас развернули под эту болезнь. Из них мы обязаны почти под 100, то есть 53, а желательно более чем 100, коек нужно сделать реанимационными, то есть те, которые принимают тяжело больных, у которых должен быть подведен этот монитор. Потому что нам повезло, что в этом году вот этот терапевтический корпус, все-таки мы, наверное, Бог есть все-таки, благодаря тому, что мы в этом году его заканчивали, у нас есть целое пятиэтажное здание, имеющее свою там инфраструктуру, подведено теплоэлектричество, довольно уютные свои боксы, помещения и так далее, в котором есть подведенный кислород и, соответственно, там, новое оборудование, которое мы купили. И оставалось чуть-чуть его уже подтянуть под ту инфекцию, с которой мы сейчас боремся. Совершенства предела нет. Факт то, что мы развернули сейчас 28, по-моему, реанимационных коек и 300 с лишним общих коек под этот вирус. Но мы все равно полны решимости еще дальше его создавать, потому что мы считаем этого недостаточно, если, не дай Бог, у нас полыхнет. Вот сегодня в Москве, например, более 500 человек за одни сутки заболело. Вы представляете, вот это пятиэтажное здание, 300 с лишним коек, за одни сутки будет уже пополняться. Но еще говорят, что пик не пройдет. Поэтому это очень страшно, и поэтому мы будем пытаться и в других структурах, и в других местах это разворачивать. У нас сейчас санаторий Серебрянка, мы его тоже готовим под обсерватор и готовим его, прежде всего, для медицинского персонала. Не дай Бог, если что-то произойдет, в этой ситуации самое главное сохранить систему здравоохранения, чтобы она отрабатывала и принимала больных людей, вылечивала, отпускала или решала проблем тяжелобольных и так далее. Поэтому первое самое главное, мы обращаем внимание, конечно же, на медицинский персонал. Наверняка вы знаете о том, что, допустим, мы сделали расчет сил и средств, исходя из этого, посчитали, что среднего медицинского персонала нам нужно очень много и желательно по одному качественному такому направлению подготовки. И наших ребят здорово, что они меня поддержали. Медучилище мы за два с половиной месяца раньше кончили их обучение, и они уже практикуются сейчас только по этому направлению. Кто-то в скорую помощь пошел, кто-то в реанимационную, а кто-то непосредственно именно в том госпитале, который мы открыли, там они начали работать. Для наших врачей уже наступили непростые времена, вы должны об этом знать. Вот если поступает один вирусоноситель, уже под него как минимум семь медицинских работников будет мобилизовано, и эти семь человек уйдут со своей семьи на 28 дней. То есть 14 дней они будут непосредственно заниматься с больным человеком, и 14 дней перед тем, как прийти в семью, они должны находиться в обсерваторе, в карантине. И, соответственно, под это дело тоже мы развернули гостиничные свои номера, чтобы врачи, которые закончили вот эту вот врачебную свою деятельность в течение 14 дней, они будут находиться в обсерваторе, и мы должны обеспечить для них как место размещения, так и питание и соответствующую зарплату. Несмотря на определенную скудность наших средств, мы все-таки считаем, что система здравоохранения у нас готова, и к этому делу мы каждый день готовимся. Спасибо, Шалбан Валерьевич. Вот в республике сейчас очень развита волонтерская сеть. Волонтеры, ребята, я знаю, что и вы к ним приезжали, они принимают звонки, обеспечивают продуктами, то есть те семьи, которые в изоляции. И в регионе действуют как федеральные, так и региональные программы. А также вами приняты меры, на мой взгляд, они вообще беспрецедентные, поддержки предпринимательства. И, по-моему, даже аналогов этой поддержки нет в других регионах, по крайней мере, у наших соседей. Но вот бюджет-то наш выдержит или нет? Ну, вы настоящая журналистка, я знаю. Поэтому вы, конечно, имеете право так спрашивать, но я бы вот таким образом спарировал бы, да, я бы сказал, что деньги, они сами по себе нам не нужны. Деньги имеют ценность только при условии, если они помогают людям. И в этом отношении это тот самый случай, в котором особо не нужно на этих деньгах сидеть и считать, что вот завтра-послезавтра они нужны, а, мол, сегодня мы не выдадим. Поэтому сколько денег у нас есть, мы столько будем тратить максимально эффективно на борьбу с этим вирусом. Конечно, у нас нет таких больших денег, чтобы в одночасье там решить все свои проблемы, но самое главное – эффективно и точно. В этом отношении понимаю, что для моих земляков сейчас очень непростое время. Мы и так являемся регионом, в котором есть напряженность на рынке труда. Не каждый имеет возможность приносить зарплату домой. И в этом отношении это очень серьезный вызов для всех нас, для всей республики. И, конечно, очень важно в этой ситуации поддержать именно тех, кто трудился, кто умел трудиться, и кто намерен дальше продолжать развивать свое дело. И в этом отношении действительно у нас другого выхода нет, как поддерживать свой малый и средний бизнес. Потому что вокруг малого и среднего бизнеса у нас труится даже официально почти 15 тысяч человек. И я понимаю, что в тени, скорее всего, столько же. Было бы здорово, если бы сейчас работодатели особо поняли, что не стоит людей прятать в тени государства в таких случаях, в особенности вот таких кризисных случаях, как сейчас, поддерживать все-таки тех, кто реально оплачивал налоги, кто действительно в штате предприятия числится. И, соответственно, мы готовы оплачивать работодателю денежные средства, чтобы он через себя оплачивал зарплату. Вы же предложили легализоваться. Вот именно об этом и говорю. Поэтому вот эти вот методы, они направлены прежде всего для тех, кто легально вчера работал и готов сегодня также показывать своих тех, кто трудился, может быть, где-то в сокрытии. Это и уборщики, это и, не знаю, там, те, кто подносил, уносил, кто помогал разнорабочими в малом и среднем бизнесе. И таких довольно много. Я это знаю, сам занимался бизнесом, поэтому очень хорошо представляю и ту сторону бизнеса. Поэтому это тот самый случай, в котором как раз нужно попытаться понять, что завтрашний день будет зависеть от того, насколько ты сейчас поддержишь своих тех, кто вместе с тобой делали собственное дело. И кто зарабатывал вокруг этого дела. Мы смогли мобилизовать определенную антикризисную программу. Наверняка вы о них знаете. Мы одни из первых были, кстати говоря, по этому поводу. Уже 6 апреля на заседании правительства Тувы мы приняли целый ряд мер, среди которых, например, договорились со всеми своими коллегами. И это была позиция президента страны, который сказал, что сейчас именно тот момент, в котором не нужно кошмарить бизнес. И это тот самый случай, в котором мы договорились, что надзорные функции государства на этот момент должны быть максимально закупорены и не давать излишеств, связанных по поводу надзорных действий. Только тогда, когда это касается здоровья и безопасности людей. Второе, о чем мы говорили, это налогообложение. То есть, вот насколько для региона возможно, мы снизили, наступив на свое горло, на свои собственные доходы, мы снизили все возможные налоги, и по патентам на ноль привели, и по единому налогу на миненный доход на самый нижний шкалу поставили. Да, на шкалу поставили. И также мы проговорили с основными нашими собственниками зданий, сооружений, само собой, разумеется, государственную и муниципальную собственность, если в аренде находятся у бизнеса, то мы мораторий на арендные выплаты сделали на 7 месяцев. А ресурсно-снабжающая организация? И в том числе, вот сейчас вот с Козырьскими, в особенности собственниками зданий, сооружений, где малый и средний бизнес у нас арендовывал помещение, мы с ними договорились, что аренду они не будут брать со своих арендаторов, потому что мы им компенсируем коммунальные расходы за свои здания, сооружения, которым они являются собственниками. И на это с республиканского бюджета, как сейчас помню, около 10 миллионов рублей уже выделили. Мы также договорились, как раз вы правильно сказали, это с ресурсно-снабжающими организациями, да, то есть мы с ними договорились, и это для них, я понимаю, не так просто, для того же самого ТВ-Энерго или там Козырьского ТЭЦ, ни в коем случае не штрафовать за вот эти вот месяцы, если не будет оплачиваться, и при этом мы договорились, что ни в коем случае они не будут, что называется, резать провода, если не будет оплачено там за электричество, да. Со временем все-таки, как только появятся у людей доходы, мы верим, что должником жить это себе дороже. Поэтому в этом отношении мы надеемся на добросовестность людей, понимание того, что и эти предприятия имеют своих работников, и они тоже должны, что называется, готовиться к зиме, и также всех нас снабжать теплом, электричеством. Это тоже те договоренности, которые мы добились, сделали. И также мы создали фонд поддержки предпринимательства, который выдает под зарплату, первое, под вот эти вот медицинские маски, там вот эти дезинфицирующие средства, он может тратить кредит, который мы будем им выдавать под 0%. Беспроцентные кредиты? Беспроцентные кредиты через фонд поддержки предпринимательства, да, который вот при правительстве республики. Это порядок действий, который мы сделали. Ну и, конечно, есть целый ряд инициатив президента страны, которая там говорит, что будет уплачиваться пособие для малоимущих, что там это будет 11 125 рублей выделяться. Обратите внимание, пожалуйста, на сайт правительства ТУВ, и там мы максимально постарались это все написать, на какие виды помощи он может претендовать. И телефоны горячей линии. И телефоны горячей линии. Там есть обученные люди, которые могут направить вас, где можно эту информацию получить. Шалбан Валерьевич, тогда позвольте мне воспользоваться случаем. Вот такие меры для предпринимателей. Но свой вопрос я начала как раз с волонтеров. А волонтеры – это некоммерческие общественные организации, которых в республике больше 400. Я, конечно, понимаю, что они все сегодня помогают. Тем не менее, они тоже платят налоги. И для некоммерческой общественной организации, которая не зарабатывает денег… Это относится в полной мере. Налог, вот вы сказали, что 6% снизили до одного. Да. Но это предприниматели. А мы в эту категорию, НКОшники, в том числе Союз журналистов, не попадают. Может быть, рассмотреть еще НКО? Давайте посмотрим. Потому что, смотрите, волонтеры по домам ходят, помогают пожилым людям, семьям, развозят продукты. Но их организация будет обязана заплатить налог. Вот все-таки 6%. Я попробую вникнуть в это дело. Но на самом деле надо понимать, что завтрашние наши вопросы тепла, электричества, зарплаты, в конце концов, или продвижение, пусть даже маленькими шагами, но все же восстановление республики – это собственные доходы. На сегодняшний день вот те льготы, которые мы предоставляем, уже подтянулись за 500 миллионов рублей. То есть мы со своих собственных доходов выделяем через эти льготы или, так скажем, недополучаем те доходы, на которые мы планировали, более 500 миллионов рублей. А это уже недостроенные садики, это недостроенные школы, это недополученные зарплаты и тому подобное. Я надеюсь, что это не будет иметь какие-то слишком заметные какие-то размеры, но мы на это идем осознанно. И этот порядок действий, что называется, расчетливо идем. Поддерживая людей, конечно, мы надеемся на то, что это наступит довольно быстро, время, когда бизнес начнет потихонечку оправляться с этой ситуацией, начнут работать, искать новые формы предоставления товаров и услуг. И это, что называется, уже можно сегодня. То есть при той самоизоляции, которую я призываю, вполне приземленной или, скажем, в оптимальных действиях можно достичь предоставления этих самых услуг, а значит и зарабатывания себе доходов. Не секрет, что, например, общественное питание потихонечку начинает учиться сейчас доставлять свои услуги, товары и так далее. Мы понимаем для себя, что самоизоляция, что это такое? Мы просто говорим о том, что нежелательно, чтобы люди общались в незнакомой среде, где большее количество людей, и мы не знаем, есть ли среди них инфицированные люди. А в семье это вот ты видишь своих близких, ты с ними находишься 24 часа, и ты знаешь, что он заразу домой не принес. Но если все же малый бизнес, например, будет пользоваться дезинфицирующими средствами, перед тем, как мы сюда зайти, мы с вами, например, руки протерли этим спиртовым средством, и я знаю, что это средство убивает то, что мы могли где-то там на улице подхватить. Если ты себя чувствуешь болезненно, и у тебя маска на лице есть, то вероятность того, что ты не заразишь ближайшее окружение, с которым ты общаешься, довольно хорошая становится, большой. Поэтому ношение этой маски – это большая потребность, если ты собираешься идти в общество, к людям. Но и то, о чем мы говорим, желательно между людьми, чтобы было как минимум полтора-два метра, и вероятность заражения будет максимально, что называется, низкой. Это тоже большое достижение. И причем весь мир это доказывает, что магазины могут работать, но при условии, если в этом магазине будет находиться минимальное количество людей, и можно этот товар купить, выйти, но при этом не общаясь с большим количеством людей, и, что называется, не целоваться и не бросаться. И руками лишний раз не лезть о перчатках. Почему туалетная бумага в мире стала дефицитным товаром? Оказывается, не из-за того, что мы в туалете слишком долго сидим, а из-за того, что туалетная бумага, оказывается, это тот самый минимальный набор, который можно использовать, вот, например, открывая дверь. Вот если у тебя в кармане вот эта салфетка есть, ты можешь открыть и потом эту бумажку сосредоточить в одном этом салфановом мешке, а потом уже выбросить его в урна. Это очень действенная мера. И она не дает возможности там этот вирус носить по всем этим местам и так далее. Но надо для себя понимать, что на поверхностях этот вирус держится больше трех-четырех суток. Вот почему важно, чтобы если кто-то в малом бизнесе или где-то там решил потихонечку начинать работать, то нужно установить определенную систему очистки территории, помещения, технического средства, автомашины и тому подобное. То есть контактная доставка существует. Очень важно. И в том числе наличные деньги. Это вот как раз то же средство, которое может передавать этот вирус, поэтому тут нужно больше, что называется, пользоваться карточками. Телефоны, карты. Карточками, телефонами и так далее. Вот это, если эти условия будут соблюдаться, то я думаю, мы потихонечку начнем возрождать уже то, с чего мы начинали. Потихонечку начинать работать, да. Шалбан Валерьевич, в этой ситуации, в очень непростой... Еще раз повторюсь, чтобы не звучало это дело противоположно, я за то, чтобы самоизоляция еще больше усилилась. Потому что в Москве, в самом центре вот большой такой вот сейчас нашего государства, сейчас идет очень страшное событие. В день заболевает более 500 человек. Это вот буквально вот сегодняшняя статистика. И мы видим, как он распространяется по регионам. Первое, самое главное средство защиты, это максимальная самоизоляция. Не случайно он так называется, это слово. Самоизоляция, это бесконтактность с неизвестными людьми. Если ты около себя, своими близкими, которых ты видишь постоянно, то вероятность того, что они нигде-то там не принесли вирус, большая. Вот у тебя есть возможность с этим количеством людей общаться, трудиться, работать и так далее. Вот почему мы говорим про огородничество, про домашние виды той или иной деятельности. Тем более в селе, если мы находимся, вовсе неразумно там просто сидеть внутри дома, а при этом у тебя огород не прибранный, не убранный. Вполне можно было бы вот в огороде работать, но при этом запрещается общение с односельчанами, общение тем более с неизвестными людьми, приглашение туристов и так далее, и так далее. Сложная ситуация, непростая. Каждый ведет себя по-разному. И есть, к сожалению, те, кто пытается ею воспользоваться, набирая политические очки. Говорится, ловить рыбу в мутной воде. Конечно, мы с вами, как члены союза журналистов, об этом понимаем. Может быть, еще раз стоит рассказать. Ну, в данном случае, наверное, не журналисты. Настоящие журналисты, они понимают свою работу, и они на передовой вместе с врачами и с членами правительства в данном случае. А может быть, как раз сказать, как к этому относиться и какими источниками информации пользоваться? Спасибо большое за такой непростой вопрос, на самом деле. Вы знаете, почему он непростой? Потому что вот у нас есть великий земляк Сергей Кужгетович Шойгу. Он, как известно, один из основателей, вернее, основной основатель структуры, которая работает в чрезвычайных ситуациях. Он создавал МЧС, и я у него спрашивал, как вы думаете, Сергей Кужгетович, вот в таких вот условиях, что первично, что самое главное нужно сделать? И он мне тогда сказал, это было лет шесть тому назад, может, семь, говорит, ты знаешь, самое главное в чрезвычайных обстоятельствах это максимально объективная информация. Вовремя людям рассказывать, во-первых, что произошло, что вы делаете и что вы намерены сделать. И упреждать тех, кто будет пытаться развивать некую лживую информацию, а тем более по возможности избавляться от тех, кто будет развивать панику. Потому что при чрезвычайных обстоятельствах, в особенности на войне, паника это и есть начало поражения. Поэтому в этом отношении люди, которые пытаются на этой эпидемии развить эпидемию лжи, это люди, конечно, ну, так скажем, ну, наверное, далеко не лучшего воспитания. Неси добро и рассказывай людям больше той информации именно объективной, именно проверенной. Вот поэтому, как никогда, сейчас востребованы именно профессионализм журналистского пера, журналистов, людей, патриотов, людей, которые любят свой народ, свою малую родину. И те, кто реально ратуют за ТУВУ, за свою страну, они не ошибутся. Даже если критикуют власть, они будут искать выход из проблемы, и в том числе, там, будут объединять всех, кто может разрешить эту проблему. И в этом отношении власти тоже являются далеко не святой коровой. И поскольку мы работаем, конечно, вполне свойственно нам не ошибаться. И в этом отношении, почему бы и нет, давайте вместе конструктивно искать выходы из того или иного положения. оскорблений, клевета и ложь, которые развиваются некоторыми авторами, вот надо мне просто им сказать, я, к сожалению, их не читаю. Поэтому в этом отношении зря они стараются. Если они думают, что все то, что они пишут, не адресовано, и в мой адрес они это все пишут, я просто их не читаю. И до меня никто их не доносит. Жаль, но это так. Поэтому это лишний мартышкин труд. Но и самое главное, жизнь один раз дается. Берегите свое здоровье. И по возможности решите для себя какие-то пути дальнейшего какого-то роста и так далее. Если вы меня касаетесь, мне это не приносит страданий. Давайте тогда пожелаем пользоваться проверенными источниками. А проверенные источники, это они известны. Надо опираться прежде всего на экспертов, специалистов, которые на передовом рубеже. Это Министерство здравоохранения, это врачи, это структуры, которые сегодня отвечают за принимаемые решения. Это правительство Республики ТВА. Я стараюсь на своих личных страницах в интернете размещать максимально проверенную информацию, а значит объективную информацию. И если она, что называется, ошибочная или неправдивая, там есть открытые комментарии, в котором каждый имеет возможность там рассказать свою оценку. Ну, так же, как вы сказали, что вы готовы и к критике, ну, конечно, конструктивной критике, и готовы. А мы всегда готовы. Мы понимаем для себя, что наша работа, это прежде всего публичная, открытая работа. Эффективная дискуссия, она будет только на... На пользу. На ваших страницах. На пользу чиновников. На странице, да, там ВКонтакте, правительство, еще чего-то. То есть вы готовы, и поэтому, пожалуйста, уважаемые наши земляки, не надо читать всякую ерунду, обращайтесь к проверенным источникам и дискутируйте именно там. Ашал Павлович, мы очень много времени сегодня посвятили коронавирусу. Ну да, это глобальная проблема. Но есть же и жизнь после вируса, по крайней мере, я в нее верю. Да, однозначно. Но надо для себя понимать, знаете, если вот такую жирную запятую нужно поставить в этой теме, то нужно сказать о том, что, к великому сожалению, эту проблему мы не преодолеем завтра. Скорее всего, это долгоиграющая тема. К сожалению, она, скорее всего, уйдет на осень, как многие специалисты говорят. Уже такие прогнозы есть? Предположения? Предположения, да. В мире, наверное, нет ни одного человека, который может сказать доподлинно, что вот тогда-то этот вирус закончится и помрет. И тем более сказать о том, что вот там, послезавтра мы уже там будем жить в таких-то реалиях. Но факт то, что исходя из тенденций, которые сейчас есть, в том числе в борьбе с вирусом, как идет подготовка вот этих самых таблеток борьбы с этим вирусом. Вакцины. Вакцины. Во, слово забыл. Вакцины. Вакцины. И как это идет во всем мире борьба с этой заразой, то вижу, что это далеко не одна неделя или месяц. Скорее всего, чуть больше. Ну, даже если чуть больше. Все равно я верю, я думаю, вы тоже. Хотела поговорить о том постановлении, над которым и вы, и правительство республики работало, по-моему, полтора года. Ну что, не полтора. Я вот, например, считаю, как минимум шесть лет работал над тем, чтобы вышел консервисовое решение. Шесть лет. Я вот даже себе записала эту формулировку. Сейчас я сначала предысторию расскажу, что знаю, что правительство, вы работали, постоянно ездили в Москву, с каждым министерством отрабатывали по каждому пункту вот этой программы, индивидуальной программы развития региона. В начале марта я была в Кургане, в Курганской области, на форуме сообщества и на встрече с представителями общественных палат как раз был губернатор Курганской области, и он рассказывал об этой программе. И я-то знаю, откуда что пошло. И я-то знаю, кто, по сути, был тем человеком, с чего началось, что вы стали первопроходцам, и еще 9 регионов туда подтянулось. И, сидя в зале, даже ощутила гордость за наш регион, за вас, за правительство, что смогли вот эту ситуацию обернуть как раз в пользу для себя. И вот даже подчеркнула, что тот документ, который был подписан такой формулировкой, что считать реализацию мероприятий индивидуально программы приоритетной задачи общегосударственного значения. Общегосударственного значения. И партия Единая Россия тоже вот этот проект взяла приоритетным. И тут такая ответственность и общегосударственной, и общепартийной. И что-то, знаете, такое напоминает советское, что когда принимали пятилетка досрочно, что партия и все как-то сразу взялись. И такой подъем, правда, и, по-моему, эмоциональный не только у меня в данном случае, у вас, ученых правительств, но и жители республики. Давайте расскажем все-таки, что это такое, насколько это серьезный и важный документ, и какие будут реализованы проекты. По сути, ведь это, ну, я не знаю, старт индустриализации, то вы. Спасибо вам большое. Я вот этот пафос, который вы сейчас уделяете этому, полностью поддерживаю. У меня внутри, в душе именно такой подход. Но я стараюсь это слишком не показывать, потому что, наверное, это не совсем скромно, но, тем не менее, я помню, как все это начиналось, и как непросто было доказывать перед аудиторией, например, я особо не выступал на таких высоких аудиториях, как, например, трибуна Совета Федерации. И выступая, говорил о том, что, понимаете, говорю, вот есть регионы, которые хотели бы быть полноправными участниками развития России. И так унизительно, когда мы с протянутой рукой стоим, и тому есть объективные причины. Не из-за того, что вот живут в республике Тува необразованные люди или люди, которые там не умеют работать или еще что-то в этом роде, а для того, чтобы мы имели такой же шанс быть сравнимыми, то есть мы ленивые или не ленивые, пусть оценят уже потом, когда у нас будут какие-то общие сравнимые стартовые условия. И в этом отношении я тогда говорил например о нашей проблеме переселения людей из аварийного жилья или такую болезненную проблему, как помещение или там дома для детей сирот. Это такие очень важные знаковые вопросы, которые люди не всегда понимают. Кажется, что государство обязанное, поэтому положите, построите. но на самом деле я скажу, что вот я много раз говорю об этом, возможно и вам говорил, но понимаете, до моего вступления в должность уже существовала вот эта самая программа переселения из ветхого жилья и в том числе помещений домов для детей сирот. Вот для детей сирот, например, наша республика выделяла 1 миллион рублей. Я помню. но тогда почему-то не так обращалась на это внимание. Сейчас, слава богу, мы строим в год порядка около 200 этих самых домов, но с другой стороны, для того, чтобы разрешить эту проблему, нужно 4000 людей обеспечить этими домами. То есть, если даже по 200 домам в год вводить, а 200 это 200 миллионов рублей, в 2014 году мы построили 414 домов. И потом уже по нарастающей мы старались, вот 414 это самый пик был. В прошлом 2019 370, по-моему, 374, возможно, я ошибаюсь в каких-то там цифрах, но вот 374, допустим, если за основу взять, то 4000 людей этой категории нуждаются в этих домах. Но для того, чтобы республика смогла этой категории предоставить дома, нужно было, во-первых, чтобы мы тепло и электричество сами за счет своих средств обеспечили. Во-вторых, для того, чтобы участвовать на этой программе, привлечь 10 рублей, например, сюда в республику, нам надо было со своей стороны вложить туда 8 рублей. То есть, если мы собственных доходов обладаем 8 рублей, то у нас есть возможность эти 10 рублей привлечь. А я сказал по поводу электричества и тепла, и это выходило наоборот, больше средств 60-70% наших собственных денег нужно вложить, чтобы привлечь сюда остальные 40%. Но, несмотря на это, конечно, вот индивидуальный план, про который мы сейчас говорим, он имеет вот такого рода утверждение. То есть, в федеральном законе для республики Туа и подобных регионов национальные проекты, которые по всей России по инициативе президента осуществляются, будет соотношение 99% федерального бюджета, 1% это со стороны республиканского бюджета. Это наше достижение, которое мы отстояли. Потому что буквально, что называется, вчера мы платили 60%, 50%, 30% для того, чтобы привлечь федеральные деньги. Это приводило к тому, что у нас были очень большие проблемы с реализацией этих проектов. Что переселение сирот в дома, так и из аварийного жилья людям предоставить новое жилье. Это приводило к тому, что наших денег не хватало. Мы, конечно, обязаны, несмотря на определенный дефицит денег, все равно участвовать в этих программах, потому что республика Туа лишь последним после нас была Ингушетия по наличию аварийного жилья. И у нас не было никакого шанса в этом деле не участвовать и говорить о том, что у нас денег не хватает, поэтому, что называется, пропускаем эту программу. Здесь Туе мы этого не будем делать. Люди очень быстро забывают то состояние, в котором мы находились, это нормально. Но я помню эти бараки. И я помню, как мне было стыдно приглашать в республику того или иного своего гостя, когда прямо вот около Белийска Центр-Азии двухэтажный деревянный барак стоял. И это трудно было назвать местом жизни человека. Да что ж там в Центр-Азии, вот около правительства, если помните, буквально вот в двух шагах на улице Чульдум с левой стороны был двухэтажный барак, в котором посередине зимы при 40-градусном морозе я там занимался вопросами отопления. Но нужно помнить о том, с чего мы стартовали и к чему мы двигаемся, это хорошо. И мы сейчас сегодня переселили более 3000 человек в новые дома и формировал целые микрорайоны. Вот, пожалуйста, по улице Дружба на микрорайоне Спутник, где у нас Ангарский бульвар, целый микрорайон сложился и так далее. Я разговаривал с Цицыным, это руководитель вот этого самого фонда ЖКХ, который выделяет нам денежное средство, если мы будем соответствовать со своими деньгами, что будем выделять деньги на коммунальные сети и так далее. Так вот, с ним разговариваю по поводу индивидуального плана еще одна тема. Это стоимость квадратного метра жилья. То есть, я говорил о соотношении софинансирования, а сейчас говорю о стоимости квадратного метра. Мы стартовали в условиях, когда квадратный метр жилья стоил 28 тысяч рублей. Когда на втором рынке, то есть, в старых домах, дома, квартиры продавались на вторичном рынке жилья, так называемом, продавались минимум по 46 тысяч рублей за квадратный метр, новое жилье нужно было строить за 28 тысяч рублей. Разумеется, это приводило к тому, что мы иногда натыкались на жуликов от строительной отрасли. Это красноярцы, это какие-то некие жуликоватые фирмы, которые сказали, да, мы за эти деньги готовы строить. А фактически, появившись здесь, в Туэ, они просто изображали работу, а потом, через некоторое время, бросали это дело и говорили, дадите деньги, мы продолжим. Это приводило к уголовным делам, это приводило к тому, что мы начинались там в кошки-мышки играть с теми, кто вот таким вот образом решил пошутить с государством. Некоторые из них сейчас сидят за решеткой. Поэтому это вот такая вот ситуация. И индивидуальный план сейчас подразумевает, еще раз повторюсь, вот это вот первое, не только вопросы по поводу непосредственно денег, но и вопросы непосредственно связанные по поводу вот таких вот критериев взаимоотношений с федеральной властью, с федеральными инвестициями. Это софинансирование вопроса, это вопросы стоимости там, скажем, квадратного метра, исходя из этого и выделяемые деньги. Вот 28 тысяч рублей, а сегодня мы отстаиваем и просим, чтобы это было 67 800. 67 800. На видеоконференции ухуснули на 5 об этом говорил. Методика Минстроя на основе наших предложений уже одноправлена правительству Российской Федерации для таких регионов установить вот такую-то методику. На этот момент времени по 2019 году по ТУЕ 48 тысяч рублей. И это тоже не хватает. мы отстаиваем и мы что называется не не на пальцах это все нарисовали, а тому есть методика, тому есть объективное подтверждение стоимости там материалов и всего остального и той рентабельности, которую строителям, организациям можно допустить. климатические условия играют роль, да? Да, совершенно правильно. Поэтому основной мысль, о чем я сказал, это не только нужно говорить о том, что вот сколько денег мы защитили внутри индивидуального плана, индивидуальный план развития ТУВы, в том числе вот эти вот самые изменения в законы, в котором для ТУВы предусмотрен определенный порядок взаимоотношений с правительством Российской Федерации. Вы совершенно по-другому сейчас будете строить уже свои взаимоотношения? Конечно, конечно. Там это уже на основе федерального закона. Вот почему партия «Един Россия» на нашей стороне, потому что и Государственная Дума это утвердила и сказала и согласилась с тем, что к таким регионам, как ТУАН, нужно относиться индивидуально, потому что там есть свои условия. Здесь есть девятибальная сейсмика, здесь есть там минус 50, плюс 40, здесь есть резко-континентальный климат, здесь есть ну и так далее. У нас есть свои особенности. Но если вернуться к вопросу ускоренного развития ТУВы, то первое самое главное здесь на первый взгляд кажется, что понимаете, что такое индивидуальный план. Там написано, например, о том, что в течение пяти лет республике будет предоставлено 5 миллиардов рублей. Кто не понимает, может на первый взгляд показаться 5 миллиардов это большие деньги. И действительно это немалые деньги. Но с другой стороны наша школа, построенная вот здесь вот в Южном, она стоит 1 миллиард рублей. Согласитесь, всего 5 школ. Разве это индивидуальный план развития ТУВы? Да. Конечно нет. Поэтому мы считаем, что это платформа для того, чтобы защищать позицию ТУВы перед министерствами разными. Это министерством, транспортом, министерством, строительством и так далее. Вот есть у нас индивидуальный план развития ТУВы. Здесь обозначены определенные принципы и подходы федеральной власти и в том числе президента страны, что к таким регионам, как наша, нужно относиться по-особенному. У нас есть свои особенности. И мы начинаем спорить и доказывать свою истину. И где-то на середине мы с ними должны приходить к общему консенсусу. И в этом консенсусе и будет появляться дополнительные инвестиции. И в этих дополнительных инвестициях и появится тот самый индивидуальный план уже ускоренного развития ТУВы. В этом индивидуальном плане развития ТУВы четко очерчено, например, строительство железной дороги Козыл-Курагина. И написано за счет каких источников. Это источник акционерного общества РЖД государственной структуры и будут привлекаться частные деньги. 40 на 60, по-моему, процентов. То есть, таким образом, впервые, пожалуй, на уровне государства уже обозначено, что называется, в развитии ТУВы вот этот самый проект как самый основной для реализации. Я напоминаю, вы сами сказали, что это общегосударственная задача. Общегосударственное значение вопрос. Поэтому там у нас обозначено, что для того, чтобы ТУВА была самодостаточной, нужно построить здесь железную дорогу. Там четко об этом написано. Второе, для того, чтобы ТУВА была самодостаточной, нужно, чтобы здесь электричество, тарифное электричество, как для населения, так и для юридических и для бизнеса, был минимальным. И в этом отношении государство утверждает, что это нужно сделать. Не секрет, что у нас между Хакасией и ТУВой разница большая. в Хакасии предприниматель платит в два раза меньше за электричество, чем, скажем, предприниматель ТУВЫ. И в этих условиях, конечно, они не сравнимых условиях. Вот, допустим, одно из требований, которые у нас есть, вот это тоже в этом деле сидит. Потом мы говорим о том, что для развития ТУВЫ необходимо, чтобы доступность республики была обеспечена в том числе за счет большего развитости автомобильных дорог. Не секрет, что в ТУВЕ 9200 километров дорог, из которых 47, по-моему, процентов ненормативных состояний. То есть, наших денег не хватает на то, чтобы их содержать хотя бы для того, чтобы машины могли без ломки для себя проехать. государство утвердило стандарты, и для того, чтобы эти стандарты выполнялись, нужны большие деньги. И в этом отношении наших денег, нашего дорожного фонда не хватает на то, чтобы содержать эти 9000 километров дороги. Поэтому в индивидуальном плане мы отставим и говорим, для развитости нашей территории нам одной дороги не хватает между Козылом и Абаканом. Мы хотим, чтобы Ак-Доурак, Абаза, эта дорога была на федеральном финансировании. Там 47 мостовых переходов, 8 из них, этих мостов, находятся просто в аварийном состоянии. Их невозможно эксплуатировать. Один мост, вот допустим, вот здесь в Козыле мы построили, он за 2 миллиарда рублей. Поэтому в этом отношении вы понимаете, что это колоссальные деньги. И на сегодняшний день, вот после нашего эфира, я пойду и буду звонить Дитрику, это министру транспорта. Здорово, что министр на нашей стороне, он готов к обсуждению. Вчера у нас сорвался региональный час по видеоконференции. Я предполагаю, что у нас будет сейчас добрый разговор. Я очень надеюсь на то, что в индивидуальном плане вот этот переход дороги между Ак-Доураком и Абазой написан на 2025 год. Мы бы хотели все-таки с этого года начать. И в 2021 году уже начать его строить как федеральную дорогу и начинать его финансировать. Вот, допустим, одно из пунктов этого индивидуального плана. Один из пунктов индивидуального плана, это, я много раз говорил и сейчас повторю, это таможенный пункт Хандагайд. Я так хочу, чтобы он был многосторонним. Чтобы все туристы Монголии могли в том числе ездить и к нам. Молодцы наши соседи, они смогли развить определенную туристическую привлекательность. И сегодня Монголия является одним из туристических МЕК Запада. И люди, которые приезжают, граждане другой страны, могли бы приезжать и к нам. Потому что есть, что нам показать здесь. И экология, и довольно хорошая достопримечательность, которую за последние годы мы построили, я считаю, вполне приличная. Почему бы нам в должной мере не развить наше мораловодческое хозяйство? Начало есть. Вот поэтому в индивидуальном плане есть лечебно-оздоровительный центр «Моралхоз ТУВА». Пожалуйста, один из вариантов. По-моему, еще два же моралхоза. Нет, вот моралхоз, вот он. Сейчас на основе этого моралхоза мы будем строить в Кахемском районе его ответвление. То есть, это будет племенным хозяйством, а сейчас уже предприниматели будут строить в Кахемском районе и в Тесхеме, по-моему. Вот еще два пункта. Да. Но вот, например, один из таких конкретных пунктов или проектов в этой части, это дальнейшее развитие нашего моралхоза до оздоровительного там санатория. И точно такой же санаторий сам напрашивается и это, что называется, моя головная боль, меня люди критиковали за это, что при моем управлении республикой развалился Чедер. Хотя это отчасти. Я помню, кто его развалил и почему он развалился. Но, тем не менее, я воспринимаю критику людей и приложу все усилия, чтобы Чедер действительно там был в санатории современный и люди там оздоравливались и он являлся одними из туристически привлекательных мест. Потому что там условия достаточны для того, чтобы и лечиться, и одновременно быть местом туристически привлекательным для гостей нашей республики, да и для нас, для жителей Тувы. Это тоже в индивидуальном плане сидит. Развитие туристических определенных направлений. Но самое важное в этом плане это, конечно, возрождение строительной отрасли. Без строительства, без строительной отрасли развитие республики это нонсенс. Поэтому не случайно в советское время строили и цементный завод, и кирпичный завод, и был у нас домостроительный комбинат и так далее. Все это, к сожалению, развалилось и ушло в лета. Жалко, что были люди, которые развалили это дело и остого даже не осталось. И иногда эти люди хвалятся тем, что вот, мол, при них все было и благоденствия. Неправда. Мы это все помним. Я помню, какой был кирпичный завод в Усть-Элегисте строился. Не выпустив ни одного кирпича, по большому счету, его, ну, просто остого не оставили. Можно было его сохранить и преумножить. Потому что республика очень нуждается в строительных материалах для того, чтобы развиваться. Поэтому в пунктах индивидуального плана развития республики это возрождение завода железобетонных изделий, создание и строительство кирпичного завода еще одного. И это мы считаем, да, свой импульс развития строительства. Так хочется сказать про цементный завод, но на самом деле если люди не хотят его строительства, ну что ж, придут, наверное, другие поколения управленцев, и тогда, возможно, народ более снисходителен будет такого рода инициативом, но я убежден в том, что цементный завод для Тувы это был бы большущим шагом вперед в пользу того, чтобы люди покупали по силам своим жилье. Сегодня строительство ведется довольно дорогим, и квартиры здесь в городе Козырье довольно дорогие, прежде всего из-за того, что строительные материалы завозные. И когда мы говорим о том, что нам цементный завод не нужен, но в то же время мы хотим, чтобы квартиры были дешевые, вы тут, пожалуйста, определитесь. Но в данном случае мы говорим о том, что если наши жители, наши земляки не хотят, то власть должна услышать свой народ. Поэтому в индивидуальном плане строительство стементного завода мы не ставим. Но ставим вопрос о строительстве завода ЖБИ, завода кирпичного, такого масштаба, как в свое время Советский Союз строил, не менее, что называется. Вот это вот ключевые моменты, где мы говорим о том, что для республики, прежде всего, для возрождения движения вперед, знаете, вот аллегории, если рассуждать, это вот как посадить дерево, дерево будет приносить плоды только при условии, если будет посажено дерево. Для того, чтобы республика развивалась, необходимо сперва дороги, чтобы были. Для того, чтобы плоды держались на ветках, нужно, чтобы электричество и инфраструктура была развитой. И в этом отношении мы таким образом все делаем, для того, чтобы в конечном итоге плоды, это значит, экономика давала плоды для благополучия людей, благоустроенности здесь на территории. Конечно, разумеется, это должна быть развитая экономика, и только на основе развитой экономики можно зарабатывать деньги, за счет которых можно строить детские садики, школы. Как поэтично вы сейчас говорили про дерево, про плоды. А какой вот, коротко очень, вот эта программа индивидуального развития ускоренного республики, какой вы ее видите через пять лет? Я понимаю, что она, конечно, через пять лет не закончится. Скорее всего, это только начало сейчас, один период, дай пять лет, потом будет дальше. Но вот вы лично через пять лет какой видите республику? я мечтаю, чтобы наша республика развивалась динамично, чтобы наши дети не только не стыдились приглашать своих гостей и друзей в республику, но и каждый из них планировал свою жизнь у себя на малой родине, независимо от разреза глаз и так далее. Все мы здесь родились, выросли, и хочется, чтобы больше людей связывали свою судьбу с этой землей. Для этого, конечно, в одночасье ничего не бывает. Все может быть только при условии, если мы все будем трудиться. Только труд может нас развить и сделать благополучной территорией. Поэтому я так хочу, чтобы каждый из нас, не покладая рук, трудился во благо своей малой родины, и тогда у нас у всех получится. Тогда у нас будет родина, которая будет нас кормить и поить, которую мы оставим своим детям. Политик, Шелбан Валерьевич, я так ждала, что вы скажете. Железная дорога, новые дома, новые... Конечно, я об этом мечтаю. Я все силы предлагаю к тому, чтобы это так сложилось. Давайте тогда дадим возможность задать вопросы вам. Пожалуйста, выводите. Алло, алло. Добрый день, Шелбан Валерьевич. Я живу на правом берегу. город, особенно центр, хорошо благоустраивается. Когда мелья города Козелла обратит внимание на правый берег, у нас плохое уличное освещение и транспорт очень плохо ходит. Спасибо. Спасибо вам большое. Действительно, хочется, чтобы наш город развивался равномерно и в этом отношении есть довольно-таки территории, в котором желательно бы, конечно, сегодня, сейчас многие вопросы решить уже на другом уровне. Это и правый берег, и так называемые левобережные дачи. Да и мне кажется, совершенства предела нет. В этом отношении мы с мелья города довольно часто встречаемся и разговариваем о формировании взаимной как бы поддержки друг друга. И вот буквально позавчера мы встречались с такими большими составами и разговаривали на тему как раз так получилось центра города. Это вот дворец молодежи. Да, мы дворец молодежи должны уже достроить до конца года и нам бы хотелось, чтобы он тоже стал определенным центром притяжения. Не случайно он называется дворцом молодежи, это прежде всего для молодых. Поэтому мы хотим, чтобы его благоустроенность не только построить вот сам по себе этот объект, но и наружная сторона была притяжением для молодых людей. И само собой разумеется, город только тогда будет красивым и приятным, если он будет гармонично развиваться по всем своим окраинам. И в этом отношении на вопрос отвечу, что особое внимание уделялось в том числе правом берегу. Нельзя сказать, что у нас там все стоит в отстойнике. Здорово, что нам удалось новый мост построить, и благодаря этому мы продолжим сейчас четырехполосную дорогу до воссоединения с федеральной дорогой, и это даст другой импульс развития правовому берегу. у нас есть в конце концов военный городок, который развивается довольно динамично, и там будет не только сам по себе военное расположение, но в том числе и жилые дома, которые там строятся. И я считаю, что вместе с Министерством обороны у нас есть возможность еще дальше его развивать, потому что там будут размещены железнодорожные батальоны, будет также есть идея о другом подразделении, которое будет являться таким элитным воинским формированием, а значит и будет здесь превращение в наших земляках, которые приедут со всех сторон России, вместе с нами будут составлять туинцев, и для них и строится школа, для них построен уже садик, прямо при въезде в наш город с левой стороны заметьте, что там скоро будет вводиться новый садик на 200 ребятишек, и я этому очень рад, буквально с левой стороны, где у нас там пожарная часть и там пустырь есть, этот пустырь довольно долгое время стоит, кстати говоря, мы там переселили людей из аварийного жилья, этот пустырь сейчас будет занимать в этом году уже, по-моему, если не изменять мне память, мэр предлагает там на 8 миллионов рублей сделать такой детский городок на 8 миллионов рублей, и это будет довольно хорошим шагом вперед. Мы в этом году начинаем наконец-то строить спортивный зал для 8 школы. Я знаю, педагогическому коллективу было непросто, потому что подразумевалось, когда мы строили эту начальную школу, вот эта вот стена, примыкающая к спортивному сооружению, это была стена просто перехода к следующему помещению, а это не являлось все-таки местом для окончания этого строения. Вот в этом году мы уже начинаем строить этот спортивный зал. Я думаю, для ребятишек 8-й школы это большой подарок. По вашему ответу можно вообще позавидовать правобережцам? Нет, нет, на самом деле не только правоберег, у нас там есть идеи по поводу развития, ну, например, возьмем, что мы, Ангарский бульвар, допустим. На Ангарском бульваре у нас, ну, если не в этом году, то в следующем мы построим большое там сооружение одно. Я не буду пока спешить. Я потом скажу. Но вот здорово, что и президентское кадетское училище, и наш Субэдэй, и вот этот храм, который строится, они будут подключены к центральному отоплению. И это центральное отопление, более 50 миллионов это будет стоить, также будет обладать ресурсом для того, чтобы позади Субэдэя начать строить целый микрорайон многоэтажной застройки. Вот, пожалуйста, это я не только правый берег. Но по правому берегу все-таки для полноты ответа хочу сказать, что молодой человек совершенно прав, мой земляк сказал по поводу освещенности. Мне очень нравится, что наш мэр, во-первых, сам электрик, инженер, да, и вижу, как он, как ему нравится именно вот свой город прежде всего освещать должным образом. И это очень хорошо. И я знаю, что у него очень большой проект этого года это освещение правого берега. 394-22-77-100 телефон студии, звоните, задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы вопрос задать Шубану Валерий Ильичу. Может, я не по теме спрошу, а когда новый буддийский храм достроится? Спасибо вам большое за такой вопрос, потому что это такой вопрос, с которым очень много личного, поэтому не всегда хочется об этом говорить, но в то же время это очень важно, чтобы буддийский храм, буддийский комплекс был достроен. Мне когда-то Сергей Викторович Сафрин говорил о том, что построить храм это очень непросто для личной жизни, вообще говоря, для конкретного человека. И в этом отношении, если ввязываешься в это дело, то обязательно его нужно достроить. Если, что называется, нету духа, нету силы, то в это дело не лезть и этим не заниматься. На всю жизнь это запомнил. Поэтому здорово, что в республике у нас строятся храмы, и в этом отношении более двадцати буддийских храмов в той или иной мере в республике возрождаются, есть они. Вот, например, одна из инициатив наших земляков Улухемского кожуна, мы строим на стыке девяти кожунов большой буддийский храм на дороге в сторону Кызул Шаганары Чадана, и мы полны решимости, что этот храм мы построим в 2021 году. По городу Кызулу мы замахнулись на очень большой храм, здесь правильно сказано, даже не храм, а буддийский комплекс, и причем мы решились на это дело лишь после того, как для наших русских земляков построили Воскресенский православный собор. Я считаю, это очень правильно, потому что живя здесь большинством именно туинцам, я считаю, нужно проявлять определенное уважение и толерантность к меньшинству населения. И в этом отношении, построив православную церковь, мы уже говорим о буддийском храме. И это очень уважительно и толерантно по отношению к нашим землякам, православным землякам. Поэтому мы сейчас говорим о буддийском храме, комплексе, который мы строим, где-то ориентировочно ее стоимость будет около 300 миллионов рублей. При этом мы не привлекаем ни одного бюджетного рубля и стараемся, чтобы люди также в это трудное время туда, что называется, не выделяли свои последние деньги. Если у кого есть возможность там вкладывать благотворительность и желает именно это сделать, что называется, это чисто добровольное дело. Большей части это мы делаем за счет своих друзей, людей, которые обладают возможностями и так далее. Очень помогает в этом отношении и наш земляк, Сергей Кужгет и Шойгу, это наше личное решение. Мне очень нравится, что подрядчиками строительства этого храма, комплекса являются наши земляки, туинцы, сами ребята буддисты и то, что они строя этот храм вкладывают в каждый кирпич к свою душу, это я в очи каждый раз посещая это строительство вижу. И за это я им очень благодарен. Комплекс получится самым большим, по крайней мере одними из самых больших в Российской Федерации среди буддийских комплексов. И мы считаем это нам важно, потому что это во-первых там стены почти там под метр, потому что здесь у нас сейсмическая зона очень непростая. Да и мы хотим, чтобы этот храм простоял века для того, чтобы каждый человек имел возможность найти опору, в религии наших предков. Я верю в то, что религия наших предков она помогает по жизни и она является в определенной степени нашим совестью, нашим чистилищем и построив я буду очень счастливым человеком. Но тем не менее все-таки был задан вопрос о сроке, мне так хочется сказать, что в этом году мы будем стремиться в этом году его достроить, этот храм, но все же реалистично скорее всего в 2021 году со всем внутренним убранством мы его введем в действие. Спасибо. Даша, что у нас? Есть звонок? Кто у нас на линии? Икии? Уважаемый Шаблон Валерийович, правда ли, что прямо из Козелла можно будет летать в Монголию и Китай? Спасибо. Шаблон Валерийович, когда полетим в Китай? Правда, то, что мы обладаем официальным документом, и это был непростой путь, где уже за подписи председателя правительства Российской Федерации придан международный статус нашему аэропорту города Козелла. И правда и то, что в индивидуальном плане развития Тувы заложено денежное средство на то, чтобы развернуть его инфраструктуру в пользу международного. То есть более 150 миллионов рублей мы предусмотрели для того, чтобы обеспечить должным образом таможенника, пограничника, Роспотребнадзор и другие службы государства для того, чтобы обеспечить режим международного статуса аэропорта города Козелла. И правда и то, что с президентом Монголии мы договорились и по его рекомендации мы проговорили с авиаперевозчиком Монголии, который готов выполнять рейс Улан-Батор-Козелл. Правда и то, что с китайской стороной, то есть с посольством Китая в России и в том числе с официальными структурами Китая мы ведем переписку или там, скажем, переговоры по поводу начала выполнения рейсов между Козеллами и Пекином. То есть, ну, основное это вот АК... Вот в этом году мы намерены все-таки его построить и надеюсь, что в этом году все службы государства примут его для исполнения как международный аэропорт город Козелл. мы свои деньги заложили на то, чтобы построить. Хотя это федеральное бюджетное предприятие, мы могли вроде бы как уповать на то, что вот, пожалуйста, построите нам, построите нам. Но мы спешим. Такое впечатление, что вот молодой человек, может быть, не молодой человек, не знаю, но мужчина, который задавал вопрос, что он предприниматель. Он спросил про Монголию. Он очень разумный вопрос задает. Да. Согласен с вами. Предпринимательный. По сравнению с 2018 годом, 2019 ознаменовался увеличением пассажиропотока в три с половиной раза. И это не предел. Мы с вами понимаем. И если у нас будет вот здесь уже международные рейсы, то будет совершенно другая оборачиваемость людей, товаров и услуг. И это, конечно, непременно отразится на доходах людей, на лучшим образом на туристической привлекательности территории, на том, чтобы люди зарабатывали на этом деньги. Александр, что у нас? Меня зовут Марина Витёновна. Спасибо вам, Владимир. Шалбан Владимирович. Спасибо. Я старый человек много видела и много вспомню. Так много сделала для нашей Туы Сальдяка Бакалека Ильич Томка. Да, это правда. Молодец, сынок, держись. Пусть Бог тебе поможет и не забудет твоих стараний. Спасибо, очень приятно. Ради этого стоит трудиться и жить. Мария Бичуловна, да? Мария Бичуловна, получается, не вопрос задала, а вот с позиции взрослого человека вас поддержала и пожелала вам его хорошего и сравнила с Толчаком Колбахерековичем. По-моему, это уже такое серьезное, достойное сравнение. Тогда, Шалбан Владимирович, предлагаю. Я, конечно, этого не достойно, я это понимаю, но очень приятно, когда из уст ветеранов звучат лестные слова, я буду стараться. Ради этого стоит жить и трудиться, ради того, чтобы слышать оценку старшей. Тогда давайте на этой ноте, очень душевной, на мой взгляд, и закончим наш эфир. Спасибо огромное вам. Спасибо, Шалбан. До скорых встреч. До скорых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok